Очередная юбилейная медаль к 70-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков пока в коробке. Иван Степанович Коробак – почетный гость на торжественном открытии Аллеи памяти. В памяти свежие воспоминания начала войны. Призвали Ивана Степановича в неполных 17 лет. В июне месяце канонарыш не приехал, я с работы только пришел. Путевку дал, повестку, чтобы в 6 часов я был в военкомате. А до военкомата 13 километров. Ну, мы, конечно, что же сделали. Пол-литра взяли, на 4 по 100 грамм выпили и бегом в военкомат. В сентябре попал на фронт и в том же сентябре получил первое ранение. Тяжелые и страшные воспоминания о войне, но о них не хочется говорить. По-прежнему больно. В праздник приятнее говорить о победе, хотя победа, такая желанная для всей страны, для Ивана Степановича наступила с опозданием. Победу встретили в Литве. Курьянскую группировку кончали. Уже война кончилась, а мы еще стреляли. Домой вернулся героем через Ленинградский военный госпиталь. Закладка аллеи для ветеранов – особенное событие. О них помнят. Их подвиги во время войны и в послевоенные годы ценят. Это второй памятный знак на нашей благодатной остеклинной земле, который отражает и поминает вратные подвиги людей, которые защищали свою родину и многие остались здесь навечно. Первый мемориал в этом году открыли ко Дню Победы 9 мая. Стелла на улице Ленина в честь присвоения Анапе статуса города воинской славы. Совсем неожиданно для меня была инициатива руководства лично Михаила Ивановича о создании вот этого мемориального памятника. Я уверен, что то, что мы сегодня делаем, и то, что делает бизнес сегодня для сохранения памяти, поможет нам в будущем, особенно поколению, которое придет следом за нами, молодежь здесь присутствует, поможет правильно разобраться в тех хитросплетениях истории, которые сегодня иногда не совсем правильно трактуются. После открытия мемориала мэра Анапа поздравил ветеранов с юбилеем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и поблагодарил каждого. В памятный день ветеранам вручили подарки от руководства компании «Газпром Инвест» и на аллее памяти высадили вечно зеленые крымские сосны, живущие до 500 лет. Это вторая аллея памяти, заложенная по инициативе предприятия «Газпром Инвест». Восемь лет назад такую аллею открыли в Краснодаре. Участников войны ветеранов на торжественной церемонии открытия мемориала наградили юбилейными медалями. И мэр Анапы Сергей Сергеев вручил генеральному директору предприятия «Газпром Инвест» Михаилу Левченкову нагрудный знак, выпущенный к юбилею освобождения Анапы от немецких войск. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион.